Добрый день, меня зовут Екатерина Муратова, я иммиграционный адвокат в Соединенных Штатах. В этом видео расскажу про иммиграционную программу ЕБ2 с National Interest Wave для IT-специалистов с других стран. Эта категория профессионалов была выделена в категорию особого интереса правительством США и было выдано дополнительное регулирование в отношении рассмотрения иммиграционных петиций для IT-специалистов из других стран. В данный момент рассмотрение иммиграционных петиций ЕБ2 National Interest Wave для технологических профессий очень лояльно. Более того, эта программа очень интересна иностранным гражданам, так как она дает возможность иностранному профессионалу самому подавать иммиграционную петицию без наличия американского работодателя, так как деятельность этого профессионала считается или может считаться в национальных интересах США. Основные критерии рассмотрения такие же, как и ЕБ2 National Interest Wave для всех других профессий. То есть все равно человеку надо обосновать, каким образом его профессиональная деятельность будет в национальных интересах США и доказать, что он в силу своих знаний и умений способен осуществить в США то, что он планирует. Но рассмотрение достаточно лояльное, так как, как я ранее сказала, эти категории специальностей были уже заранее выделены в категорию особого интереса для Соединенных Штатов. Так как в США очень большая нехватка грамотных IT-специалистов, а данного рода профессионалы имеют значительную центральную роль для поддержания многих секторов экономики и социальной жизни в Соединенных Штатах. Во-первых, IT-специалисты делают значительный вклад на укрепление безопасности США как страны. Также IT-специалисты имеют значительную роль в развитии технологий в США и делают значительный вклад, чтобы США оставалась конкурентоспособной страной на международной арене. IT-специалисты незаменимы для экономического развития страны, а также улучшения социальной жизни населения в целом. Соответственно, правительство США понимает их важность, признает их важность и создало дополнительное регулирование для привлечения грамотных иностранных специалистов в США, чтобы такого рода специалисты жили, работали в США и вкладывали свои знания и умения на развитие этой страны. Это всего несколько основных причин, почему IT-специалисты требуются в США. Конечно, польза от их деятельности значительно превышает перечисленную в этом видео. Более того, правительство США даже признает, что если эти специалисты работают для определенной коммерческой организации и пользу прежде всего от их профессиональной деятельности получает эта организация, но в зависимости от того, чем они занимаются, польза от их деятельности может распространяться за пределы этой организации и иметь влияние на экономическое и социальное развитие страны в целом, а также население США и каждого гражданина в частности. Несмотря на такую заинтересованность в IT-специалистах, в США существует очень большая нехватка данного рода специалистов. По определенным данным на 2022 год 3,5 миллиона позиций, которые связаны с сайбер-секьюрити, были не заполнены. 3,5 миллиона открытых позиций для IT-специалистов, которые концентрируют свою профессиональную деятельность на кибербезопасности. Представьте, какое количество миллионов открытых позиций на все другие направления. И поэтому правительство США очень лояльно относится к рассмотрению таких петиций, очень быстро рассматриваются эти петиции в сравнении с другими категориями и другими профессиями, чтобы привлечь талантливых, способных профессионалов в страну. Если вы являетесь IT-специалистом или имеете какое-то отношение к данной деятельности, пожалуйста, контактируйте нас, записывайтесь на консультацию. Мы с радостью обсудим детально с вами программу, возможную для вас иммиграционную стратегию, и в дальнейшем окажем профессиональные квалифицированные юридические услуги. Обращайтесь. Продолжение следует...